Великой Победе 75. Это не просто историческая дистанция, обозначающая годы без войны. Время, вмещающее в себя семь с половиной десятилетий. Это время испытания послевоенного поколения памятью. Сегодня война неизбежно отдаляется в прошлое. Время уходят в небытие ее участники и свидетели, а вместе с ними уникальный жизненный опыт военного поколения, имеющий неприходящее значение для потомков. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Рогачевском музее народной славы открылась выставка «75 победных лет». Выставка позволяет пережить атмосферу того героического времени, когда каждый день приближал окончательный разгром врага. Из фондов музея представлены десятки предметов времен Великой Отечественной войны. Это личные вещи участников оборонительных сражений, фотографии, каски, фрагменты оружия и многое другое. Неизменный интерес вызывают образцы вооружения, снаряжения, быта солдат. На выставке представлены образцы советского и немецкого снаряжения. Своё место на выставке заняли и экспонаты, посвященные партизанскому движению на Рогачевщине. О партизанской и подпольной борьбе с оккупантами рассказывают личные вещи, подпольщиков и партизан, фотографии. Из фондов музея в экспозицию вошли такие уникальные экспонаты, как партизанская гармошка. Песня помогала народу выстоять и победить в этой жестокой войне. В минуты тишины и отдыха бойцы собирались и пели у костра. В песнях они делились и горестями, и радостями, грустили о своих любимых и родных. Также на выставке представлены уникальные альбомы. Историческая справка о партизанах Рогачевщины и альбом воспоминаний «Друзья-однополчане», где повествуется о партизанах и подпольщиках 8-й Рогачевской и 10-й Журавической партизанских бригадах. Это многолетний труд Драчева Карпа Михайловича, одного из руководителей партизанского движения на Рогачевщине. Помимо различных предметов, на выставке представлены личные вещи командира 8-й Рогачевской партизанской бригады Тарасевича Федора Степановича, командира 167-й стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса Голобокова Ефима Георгиевича, командира минометного взвода 2-го батальона 269-й стрелковой дивизии Любомирова Бестислава Всеволодовича и многих других. Среди экспонатов представлены фрагменты самолета, на котором совершал боевые вылеты герой Великой Отечественной войны, штурман авиаэскадрильи, старший лейтенант Богатырев Иван Павлович. Военно-морской флаг участника войны Трофимова Александра Сергеевича. Хранителями памяти поколений выступают книги. Война против фашизма стала для многих писателей не материалом для книг, а судьбой целого народа. Экспозиция дополняет такие книги, как «Юные герои Гомельщины», «Партизанский альманах», произведения «Пыльцына» Александра Васильевича и многие другие. Течет река времени. Минуло уже много лет с того незабываемого и страшного дня, Когда настежь распахнулись огромные двери войны Но мы помним и чтим тех, кому мы обязаны, миру на земле